Сегодня в ролике. Зачем покупается YouTube канал в 2022 году? Стоит ли платить за канал с 10 тысячами подписчиков, если вы решили стать блогером? Почему при вводе названия крупной компании по типу Тесла вы с большой вероятностью можете попасть на мошенническую скам-трансляцию? Как популярные русскоязычные блогеры продавали свою аудиторию в прошлом году и почему теперь такая схема черного заработка на подписчиках не актуальна? Почему YouTube до сих пор не победил скам-трансляции, которые продолжают появляться на каналах-миллиониках даже в блоге киберспортивной организации Na'Vi? Можно ли взломать любой YouTube канал с помощью одного архива и как актуальный рынок перепродажи каналов выглядит глазами экспертов в этой области, сколько на этом можно заработать без скама и обмана блогеров? Добро пожаловать в новый ролик, в котором мы подробно разберем рынок перепродаж YouTube каналов, что с ними делают на сегодняшний день, зачем продают и покупают, каким образом обманывается доверчивая аудитория и как можно заработать на этом неплохие деньги. Приятного просмотра! Зачем покупаются YouTube каналы? Вариант номер один – личное использование. Ну ведь в таком случае человек покупает аудиторию блогера, и уже после выпуска первого материала с другим ведущим или с другой тематикой половина из условных 10-20 тысяч подписчиков просто-напросто покинут канал. Однако на практике все не так плохо, ведь некоторые люди жмут на заветную красную кнопку, даже если им понравилось всего одно видео автора. Результат имеют в подписках сотни, а иногда и тысячи каналов. В дальнейшем они могут забыть о первом владельце канала, так что когда в рекомендациях увидят его замену, не почувствуют подвоха. Набирать аудиторию с нуля сегодня сложно, да и секретные алгоритмы YouTube не позволяют пустому каналу получить заветный просмотр на старте существования без более весомого бюджета, чем того, что вам потребуется потратить на покупку канала уже с небольшой аудиторией. Даже если это будет лучшее в мире разоблачение на популярного блогера или действительно качественный уникальный ролик на актуальную тему. То есть в покупке канала с небольшой аудиторией есть зерно смысла. Но не факт, что покупатели сразу же получат тысячи, десятки или даже сотни тысяч просмотров. Найти действительно активный канал на продаже достаточно сложно. В предложении масса их качество вызывает не меньше вопросов. Пример, канал с космическими семьюстами тысячами подписчиками за 169 тысяч рублей. Все видео удалены, количество просмотров уже не отображается. Описание объявлений гласит, что канал в свое время принес 50 тысяч долларов. Даже есть пруф. Монетизация не работает, но подключить снова можно. Проверка канала по Social Weight показывает, что пару лет назад он действительно генерировал несколько миллионов просмотров в месяц. Однако вложение вряд ли окупится, особенно с учетом актуальных проблем с монетизацией. Поэтому указанный ежемесячный доход в 50 тысяч рублей выглядит просто прибанкой, если не учитывать использование канала для мошеннических действий. На биржах можно найти массу предложений. Канал в 113 тысяч подписчиков за 27 тысяч рублей. 390 тысяч подписчиков за 100 тысяч. Правда, большинство позиций это мертвые каналы, которые не принесут никакого профита, даже если ими заниматься. Плюс часть аудитории на них могла быть накручена. Медленно, планомерно, без риска бана, с использованием различного бесплатного софта. Поэтому, если хотите таким методами влететь на YouTube со своим контентом, все-таки не советую. Зачем покупаются YouTube-каналы? Вариант номер 2. Белый, серый и черный заработок на перепродажах. Наверное, вы помните одного из моих постоянных рекламодателей, Мишу Громова, который уже несколько лет занимается белым заработком на перепродаже, покупках и развитии YouTube-каналов. А именно, он вместе с помощниками постоянно скупает каналы для того, чтобы потом перепродавать их на западном рынке по более высокой цене, либо для того, чтобы развивать канал с детским или спам-контентом для западной аудитории. Кстати, партнером Миши можете стать и вы, но об этом чуть позже. Он отмечает несколько направлений таких дианий, кто в итоге остается, конечно, владельцем купленного канала. На самом деле, здесь в вопросе перепродажи не так все однозначно. Каналы могут покупаться для публикации спам-контента. Поясню, это просто видео на YouTube, с которых идет монетизация. И, конечно же, берутся под черные и серые схемы, начиная от рекламы казино, заканчивая скам-трансляциями. Каналы для личного пользования покупают очень редко, и, как правило, люди, покупающие их, не готовы отдавать такие большие деньги за мертвый канал. Как мне лично известно, некоторые все-таки берут, так как есть вероятность того, что с канала, на котором уже есть пару тысяч подписчиков, будет продвигаться лучше. Вот пример одного из каналов с монетизацией, который был когда-то куплен за более чем 100 тысяч рублей, сейчас используется для загрузки спам-контента, который собирает миллионы просмотров в месяц, принося тысячи, а иногда десятки тысяч долларов в месяц. А каналы, на которых публикуется реклама в формате отдельных видео казино и букмекеров, в среднем могут прожить 2-3 месяца. Ресурсы, используемые для запуска скам-трансляций, блокируются в течение нескольких часов. Да, вариант номер 3, зачем же покупаются ютуб-каналы, как раз-таки те самые скам-трансляции. Если вы не знакомы с темой мошеннических стримов, я вам даже немного завидую, ведь в прошлом году она произвела настоящий фурор на платформе, в особенности из-за участия в скам-схемах массы популярных блогеров разных тематик. Представьте ситуацию, вы зашли на мой канал, увидели прямой эфир условного Илона Маска, который с умным видом вещает что-то непонятное в окружении других людей. Кроме него на экране, если напрячь английский, баннеры с криптовалютами, призывы перейти по указанной ссылке и получить вместо одного эфира 2+, аналогичная табличка и для биткоина. На экране также есть описание ивента, мол, Тесла и Илон Маск верят в криптовалюту и запускают раздачу, дабы популяризировать виртуальные коины. Переходим по указанной ссылке и снова в виде миллиардера, который любезно предлагает удвоить свои криптовалютные накопления. Спускаемся чуть ниже, лев трансляция обогащения людей, кто-то отправил 5 биткоинов и получил 10. При актуальном курсе крипты считайте отбился. Профит! Да ладно вам, серьезно? Для некоторых сегодня такая схема выглядит смешно, однако она жива на западном ютубе в 2022 году, принося мошенникам огромные суммы, что можно отследить по активности криптокошельков мошенников, на которых постоянно появляются и исчезают немаленькие суммы. Уникальный скамп трансляции в 2021 году, они массово запускались на русскоязычных каналах. Блогеры сообщали, что пострадали от взлома канала, после чего на нем была запущена скамп трансляция, которая повлекла убытки подписчиков. На всякий случай, после того, как вы отправите свои миллионные биткоины, ничего не произойдет, вас просто обманут, закрепили, спасибо, просто разные люди бывают все-таки. О волне взлома в 2021 году, которой очевидно не было, давайте поговорим, правильнее будет назвать это явление все-таки арендой канала. То есть, как это работало? Блогер передавал доступ от канала покупателю, получал деньги, на нем проводилась трансляция с удвоением биткоинов, и канал, естественно, блокировался, в том числе и зажало по аудитории. Контент-мейкер, наварившийся на этом, делал вид, что его взломали, писал в поддержку, отвечал на вопросы поддержки и получал свой канал целым и невредимым обратно. Лицемерию блогеров тогда не было предела, уже через несколько дней после старта скам-марафона некоторые каналы СМИ начали популяризировать информацию о сдаче подписчиков в аренду. Некоторые блогеры стояли на своем и до конца отыгрывали непонимание. Только один вопрос, зачем? Дело в деньгах, ну почему бы просто не продать канал, от которого больше не получаешь прежних эмоций или дохода? Все просто, за такую аренду платили примерно рыдочную стоимость мертвого канала, 100-150 тысяч за 100 тысяч подписчиков. Обузить лояльность технической поддержки Ютуба можно было несколько раз, в итоге получаешь деньги и оставляешь себе канал, который восстановят. Блогерам обещался 100% разбан, связи в технической поддержке, никаких рисков, в том числе репутационных. Правда, с учетом аппетита скамеров, последнего избежать не удалось. Ну а своей аудиторией можно вешать лапшу на уши, мол, не весь вирус удалился. Ребята, простите, что взломали уже третий раз, приходите по ссылке в описании и удваивайте, пока не поздно. Ну вы поняли. Владелец канала в Джобовой, где на момент сдачи в аренду было 3 миллиона подписчиков, по-моему, пытался оправдать блокировку канала взломом. Так делали практически все популярные блогеры, которые сдавали свои каналы в аренду. Но сейчас аренда уже полностью не актуальна, из-за того, что Ютуб просто-напросто не восстанавливает использованные каналы, по причине того, что в момент, когда аренда была актуальна, им поступало слишком много подозрительных запросов на восстановление, и в конце концов они поняли, в чем дело, и перестали восстанавливать каналы блогерам, которые занимались такой, так скажем, деятельностью. В 2022 году схема с арендой не работает, Ютуб хоть и с большим пингом, но все-таки раскусил многоходовочки жадных до денег, но уже мало кому нужных контент-мейкеров. Однако в последние несколько месяцев с камп-трансляцией вернули себе былое величие, причем кампэк достаточно масштабный. В ночь с 22 на 23 мая трансляция с раздачей криптовалюты от Теслы и Илона Маска будет запущена на официальном Ютуб-канале киберспортивной организации Нави с более чем миллионом подписчиков. Судя по скриншотам очевидцев, вошедники запустили сразу три стрима основного владельца Twitter. Ради интереса зашел на специализированный сайт, убедился в том, что у Нави вроде как все хорошо, зачем тогда продавать свою аудиторию? Собственно, никто и не продавал. В этом, как и десятки других кейсов, за последние несколько месяцев имел место реальный взлом каналов. Атаки подверглись Ютуб-каналу группы ВКонтакте организации. После работы над ошибками со стороны видеохостинга, альтруисты, удваивающие крипту, начали действительно взламывать каналы, причем по схеме, которая максимально проста в реализации. Блогер получает на рекламную почту или аккаунт в соцсети предложение сделать интеграцию антивируса, VPN или нереально крутого онлайн-РПГ с космической графикой. Предлагаемый прайс обычно выше среднего для ресурса. Все, что нужно, ознакомиться с игрой или приложением, скачав и запустив архив с демкой. На первый взгляд, все вполне обычно. Ведь блогер должен протестировать продукт, сделать скринкасты для финального монтажа, в принципе, проверить работоспособность приложения. Жертва нажимает на кнопку скачать, сохраняет файл на ПК и дарит данные от своего канала мошенникам, которые уже готовят теги и запись интервью Илона Маска для запуска трансляции. Все благодаря банальному стилеру, который ворует логины и пароли, а также дополнительную информацию от аккаунтов, в соцсети, ютуба, всего, что было на девайсе блогера или его менеджера. Если прошерстить теневые формы, можно найти массу скупщиков таких данных. Срочно порядки на постоянной основе, скупая ютуб-каналы, валид куки, плюс лог, плюс пас, приглашая к сотрудничеству на постоянной основе. Такой набор выбран не просто так. Благодаря наличию куки-файлов, логов и пары логин-пароль, двумышечники могут без труда обмануть ютуб. Кратко и понятно, стилер фактически ворует образ пользователя, который позволяет платформам, в нашем случае ютубу, распознавать владельца канала. Простой пример. Если блогер авторизуется в профиле ютуб не со своего компьютера или из другой страны, платформа требует подтверждения того, что делает это не третье лицо. Часть всего это клик подтверждения на смартфоне блогера. То есть ютуб видит, что в аккаунт пытается зайти другой образ, за что указывает нетипичный IP или данное устройство. Мошенники, которые получили полный образ блогера, благодаря украденным данным, без труда обманывают систему, создают виртуальный компьютер или используют специальный софт. В итоге без труда попадают в творческую студию ютуб, так как платформа даже не подозревает, что была обманута собственной системой детекта подозрительной активности. Аналогичная схема работает для телеграм-каналов. Собственно, ребятам, которые делают спам-рассылки владельцам крупных каналов, не обязательно даже запускать трансляции. Достаточно продать полученные данные правильным людям. Na'Vi не единственный случай взлома крупного канала за последние несколько месяцев. При подготовке этого материала я постоянно мониторил скам-трансляции по тегу Tesla. Чаще всего на них было пару сотен зрителей, взломанные каналы не представляли особого интереса. Однако в итоге словить крупную рыбу в онлайн-режиме все-таки удалось. 10 миллионов подписчиков на канале, несколько тысяч зрителей. Оказалось, что взломанный канал принадлежит популярному на Западе музыкальному лейблу. Количество подписчиков оформления канала сделали свое дело. Идеальная приманка для простого обывателя, который подумает, что наконец попал на реальную раздачу битка эфира от Илона Маска. Кстати, эта трансляция выдавалась первой по запросу Tesla без дополнительных настроек. То есть при должном количестве подписчиков, правильной настройки SEO, скам-трансляция выдается одной из первых в поиске. Даже выше реального контента, реальной не скам-компании Tesla. Также грамотная оптимизация позволяет попадать в рекомендации по тематическим роликам. То есть количество потенциальных жертв исчисляется сотнями тысяч, а иногда миллионами. На данный момент доступ к рассматриваемому каналу восстановлен, однако стримы с Илоном Маском продолжают появляться на других ресурсах. Уже не в таких масштабах, с меньшим количеством зрителей. Но дело в том, что YouTube начал решать проблему с накруткой зрителей и продвижению в топ подозрительных трансляций. Теперь мошенникам недоступна накрутка зрителей. YouTube успешно исправил данный баг в своей системе, из-за чего мошенники больше не могут продвигать свои трансляции и в принципе их запускать, так как толку от стрима с нулевым количеством зрителей абсолютно никакой, то есть нулевой. Никому будет этот стрим неинтересен, он не будет продвигаться, и в связи с этим данный вид мошенничества уже не актуален. Казалось бы, при чем здесь Илон Маск? От наглости и масштабов развода устал даже амбассадор скам трансляции последних месяцев, сделав краткий тематический пост в Твиттере. YouTube это бесконечная реклама мошенников. Надеемся, в новом активе Маска, то бишь в Твиттере, если все-таки сделка успешно завершится, такого не будет. Угу. Хотел бы поблагодарить за участие в этом ролике Мишу Громова, который поделился уникальной информацией. Миша Громов ищет помощников, предоставляет возможность заработать любому, желающему на перепродаже YouTube-каналов несколько десятков тысяч рублей за раз. Переходите по оставленной ссылке в описании на его телеграм-канал, где уже опубликован гайд по белому заработку на этом. Да, очень внимательно изучите гайд, это важно. Даже если вы уже его читали, прочтите еще раз, он обновился. Поэтому становитесь партнером Миши, который заплатит вам от двух до двадцати тысяч рублей за найденный YouTube-канал. Также обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал, чтобы быть всегда на контакте и следить за актуальными новостями, дабы заработать как можно больше денюшек. Все ссылки в описании, желаю успехов. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, постоянно публикую актуальные новости, дополнения к роликам мысли о происходящем во всем мире на паутине и мире в целом. Когда наберем 150 тысяч подписчиков в телеграме, запишу стрим с раздачей битка эфира. Шутка. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также оставьте свой комментарий с вами интересными мыслями внизу под видео. Заметил, что актив, конечно, на канале что-то сильно припал. Буду благодарен, если вы его поднимете своей активностью в формате лайков, подписок, комментариев, естественно. Все-таки лето, все отдыхают, они смотрят видео, да? Или что там? Или чем вы там вообще занимаетесь? Да, скан-трансляции тоже мой эксперимент, опередил вас заранее. С вами был Саня Харченко, всем спасибо еще раз, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok